Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и я сразу начну с того, какая новость меня заинтересовала в новостной ленте, выпавшая буквально пару часов назад. Она называется «Скоро в игре. Мистика и ужас». Ну и вот, когда вы заходите, можете перейти на YouTube, посмотреть промо-ролик, в котором намекают разработчики на то, что нас ждет, ну и, соответственно, хотим ли мы увидеть этот действительно ужас, уже будет зависеть от того, как вы отреагируете на этот промо-ролик. Я сейчас перейду на YouTube, включу данный промо-ролик, я отключил на нем звук для того, чтобы вы слышали меня, а не громкую музыку, которую поставили, и периодически буду ставить на паузу, давайте вместе разбираться. Что нам показывают? Нам показывают танчик, танчик, который, ну, прям до ужаса похож на Excelsior, обзор на который я снимал, можете глянуть на канале. Теперь, дальше, нам показывают, что будет какая-то определенная прямая абсолютно ветка открытий, будут всякого рода вкусняшки типа премчиков, типа каких-то бустерочков, ну, пускай серых бустеров, самых простеньких. Что вот это за билибердень, мне, честно говоря, непонятно. Я так понимаю, что она нужна будет для того, чтобы открыть как раз вот тот танк, ради которого все и начиналось. Явно не из-за этого танка все начали. Так, здесь есть аватарчик, опять бустерочки, Х5. Дальше мы едем, есть вот такие какие-то приколы, перстень с ключиком, не знаю, честно говоря, что это. Но, честно говоря, похоже на какой-то тоже а-ля бустер, или я не знаю, что это, ну, я думаю, разработчики подскажут нам. Кто знает, кто догадывается, у кого есть какая-то инфа, поделитесь в комментариях, буду безумно благодарен. Как я уже говорил, я не получаю никакой информации от Wargaming, они о моем существовании, скорее всего, даже не знают. Ну и, соответственно, я говорю только те вещи, которые, ну, сам могу предполагать, мне никто никакой инфы не сливает. Ну, к сожалению, либо к счастью, это дело уже такое. Так, ну и вот мы видим, что это будет тяжелый танк 5-го уровня, Меджер, или Меджей, да, если я правильно умею читать. Не могу ошибаться, конечно. Короче говоря, явно на базе Excelsior. Нам его показывают сейчас, будет 12 уровней в ивенте. И дальше главная награда, Фараон. Главная награда, которую вы можете собрать за вот эти вот, я так понимаю, какие-то скрижали, я так понимаю, золотые с нарисованным танчиком. Сейчас отмотаюсь ради интереса назад, вот я обратил внимание, скрижали здесь один. И больше веточки, вот в этой, которую нам показывают, он не встречается. То есть, один скрижаль здесь мы получаем. Вопрос в другом. Вопрос в том, сколько надо будет их для того, чтобы открыть Фараона. Потому что здесь почему-то пишется 7%. Что это значит, честно говоря, тоже не совсем понимаю. Скорее всего, придется выполнять какие-то задачи. Типа, играть, я не знаю, там, победы или наносить урон или еще что-то типа того. И зарабатывать условную валюту. Осмелюсь предположить, что для того, чтобы открыть все-таки Фараона, недостаточно просто будет быть крутым игроком. Скорее всего, надо будет, ребятки, немножечко поддонатить. Как я понимаю, скорее всего, голдой. Дальше нам показывают о том, что будут открыты режимы боев. Режимы боев всем знакомые. Выживание. Противостояние. Короче говоря, ребят, возрождение. Ну, в общем, то, что вы видите на экранах у себя, ну, ровным счетом то же самое, что вижу и я. Поэтому здесь особо обсуждать нечего. Меня больше интересует все-таки сам ивент. А не возможность поиграть в каких-то режимах. Ну и теперь нам красочно рекламируют, как я уже говорил, танчик, который нарисован на базе Excelsior. Скорее всего, будет отличаться от танчика Excelsior. Ну, возможно, скорострельностью, возможно, улучшенной броней. Думаю, что подвижность будет, скорее всего, та же самая. Короче говоря, разработчики вот этот танчик пятого уровня, они его тупо перерисовали. Возможно, где-то что-то подтянули, но я сомневаюсь, что он будет отличаться от изначального танка, с которого его брали. Новый танк, который показывают, сейчас к нему вернемся. Он, в принципе, ну, я, честно говоря, пока не узнаю, на кого это похоже. Если вы догадываетесь, с какой машины перерисовывали данную тачку, напишите, пожалуйста, в комментариях свои предположения. Ну, а если есть проверенная информация, то уж тем более, пожалуйста, поделитесь. В целом, танчик, ну, вроде бы с какой-то такой вот изюминкой и стилем. Но, честно говоря, вот не люблю я, когда всякой дребедухи большое количество. Ну, вот это вот как-то придумали с этими бинтами прикольно. Ствол прорисовали, конечно, красиво с вот этой обмоткой и с вот этим вот выходом снаряда, да, вот из ствола, то есть край ствола, нарисован крайне красиво. Вот эти все приколы как-то, ну, не знаю, просто для красоты типа, но мне такие вещи не сильно нравятся. Опять-таки, напишите свое мнение. Дальше нам показывают, как я понимаю, либо будет ряд машин с, ну, каких-то коллекционных, с вот этими вот всеми приколами прорисованными, либо это доработка, которую можно будет как-то там приобрести, либо получить. Здесь четко показывается нам исключительно кома, я так понимаю, будет какой-то легендарный, который можно будет приобрести. Ну, вот это, честно говоря, я не совсем понимаю, что за прикол. Ну, эту раскраску я видел, как бы, поэтому, ну, раньше в игре, если я не ошибаюсь. Прикольно, вопросов нет. Короче говоря, я так понимаю, что будет ряд новых камуфляжей для некоторого вида танчиков. Ну, и я так понимаю, возможно, какие-то дополнительные обвесы, что ли. Аватары нам показывают, анимированные. И показывают нам машинки с, опять-таки, предыдущих ивентов. Показывают Дракулу, показывают Ликана. Ну, короче говоря, те машинки, которые имели отношение к предыдущим ивентам, касающиеся Хэллоуинов, если я не ошибаюсь и правильно все помню. Итак, ребят, это то, что нам заспойлери разработчики. Теперь возникает вопрос, когда это ждать? Науке неизвестно, но скажу откровенно. Подобные ивенты я с удовольствием жду всегда, потому что есть возможность получить какой-никакой халявы и, возможно, побороться за какой-нибудь прикольный танчик. Ввиду того, что я занимаюсь обзорами, а также веду свой канал, пытаюсь его популяризировать, я приглашаю всех вас принимать участие в моих стримах. Если задания будут на то, чтобы выкатывать этот танчик и игра во взводе будет этому способствовать, я буду только рад вашему присутствию на моих стримах. И, соответственно, мы с вами абсолютно бесплатно погоняем во взводе в прямом эфире, ну и попытаемся прокачать ивент, который нам заспойлерили. Как только он начнется, я, безусловно, начну его выкачивать и очень хочу получить все награды по данному ивенту, чего и вам желаю, если вы имеете точно такие же рвения и желания, как и я. На данный момент у меня все, возвращайтесь на канал, подписывайтесь на канал и будем играть с вами вместе, я очень на это надеюсь. Всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия.